Привет всем! Сегодня продолжаю я, Анатолий Жарпарком, Барага Печами и Домоходами, серию роликов, посвященных тому, как устроен печной бизнес в России. Я приехал специально сегодня в город Москва, чтобы показать вам один интересный магазин. Значит, находится он в самом центре Москвы. Вот это вот улица Автозаводская, вот это вот торговый центр Ривьера, вот это торговый центр Дизайн Молл, и здесь внутри находится свежеоткрытый магазин Гефест. Разобраться нам поможет всем известный Александр. Всем здравствуйте! Ну что, пошли? Пойдем покажу. Пойдем покажу. Пойдем. Вот мы зашли в торговый комплекс, вы, ребята, не пугайтесь, что здесь вот такие вот пустоты, потому что кризис, он как это самое, с ним не балует, так же, как и с этой самой, разговор пустой. Дело в том, что в Москве кризис по дорогим элитным вещам, поэтому это огромнейший центр, мол, который пустой. Но! Почему вы выбрали это местоположение? Цель была одна, быть ближе к людям, тем, кто в центре, завершает работу, заехать к нам на производство в Подмосковье не всем получается, а здесь после работы заехать, посмотреть все модели, определиться, подобрать печечку. То есть это, судя по всему, бывший какой-то завод, который сделали в стиле лофт, и пригласили сюда арендаторов, которые занимаются дорогими вещами. Как вы видите, здесь немноголюдно, совсем немноголюдно, и сюда ходят люди достаточно обеспеченные, поэтому я на самом деле чрезвычайно завидую вашим продавцам, потому что зайти вот в это место, человеку, который зарабатывает немного денег, просто нереально. Ну, он как бы так посмотрит, слишком элитно. То есть как вот салон автомобилей, да, каких-нибудь Бентли, Ламборджини. Почему завидую? Ну, потому что обычно в магазины печные ходят люди, которые мечтают о бане, но денег у них нема, и они вот мучают продавцов. Здесь продавца никто мучить не будет, здесь заходят по делу. Ну что ж, вот открывается Open Space, так скажем, Гефеста. Вот он, новый магазин, который потрясает, офигительно крутой дизайн. Пойдемте разбираться. Ребят, вы не поверите, это бывший завод ЗИЛ. Вот это да! Ну вот, мы сняли верхнюю одежду и начнем обзор магазина. Значит, магазин, как я говорил, находится на открытом пространстве, то есть никаких дверей нету, все вот здесь вот видно, ясно и понятно. То есть это квадрат, в котором стоят печи и все, что с ними связано. Какая здесь кубатура, квадратура? Точно помню, 9 на 9 здесь примерно. Обращаем внимание на освещение, то есть света здесь просто уйма. Ну и пойдемте обойдем по периметру. Здесь стоит печь парной. Парная находится за стенкой, за стеной. Про нее мы еще посмотрим все отдельно. Рычажок, который можно подергать туда-сюда. И печь. Какая тут печь стоит? Ну, три ПЗК. Уолен с 8 хоров. Дальше идут большие очень печи, правильно? Самые, по-моему, большие, которые есть в ассортименте. Да, это ну первые, ну вторые с панорамными дверцами. И дальше уже еще дверей третьих. Какой камень использован? Это талька. Это талька магнезит. Талька магнезит. Он же. Он же. Благородный. Серпентинит. И змеевик. И змеевик. Талька хлорид на другой стороне. Красили сами все? Это да, все сами. Вывеска. Кто делал красоту? Вывеску заказывали. Все заказывали. То есть, сдан был в аренду. Здесь был бетон обшарпанный. То есть, то, что вот там вот видно, да? Да, да, да. Выглядело точно так же, как соседние, не застроенные. То есть, так же стоял столб, в середине которого декорировали. Рваным талькхлоридом. Тут стоят агрегаты топочные под обкладку, правильно? Первая линия агрегаты, сами топочные, да, у их сердца, самих печек. Дальше стоят в сеточках варианты и по периметру все варианты облицовок из всех камней, которые мы делаем. Видите, так как здесь ходят только обеспеченные граждане, можно, наверное, и вот так вот шишечки хранить. То есть, никто не свистнет, да? Не уходят, да, ножки им не приделываются. Ножки не приделываются. Даже же дыд можно хранить. Так. Идем дальше по периметру. Ты хочешь сказать, что было вот так вот? Именно. И стало вот так вот. И стало вот так вот. Ай, красота. Ай, умеете, могете. Я прям чувствую там сейчас скажут, печальная судьба завода, ЗИЛ. Ну, как есть. По-моему, даже не печальная, а радостная. Смотрите, как все красиво. Новая жизнь. Сам бы Лигачев бы это самое, порадовался бы. Так, что здесь? Здесь. Четыре одинаковых печи внутри. 0,3 панорамы. Ну, ЗК. И четыре варианта камня. Как раз вот здесь вот. Талька магнезит. Змеевик. Талька хлорид. И серпентинит. И серпентинит. Тут еще одна парная. И вот отделка. Рваный камень. Что за печь здесь стоит? Также 0,3 ЗК. Как самая популярная модель. Окей. Ну что, зайдем? Вот этому господину нереально повезло, что к нему не приходят господа, которые спрашивают, он рисует, чертит. И они потом говорят, ну ладно, мы зайдем попозже. И с концами пропадают. Потому что, если ты уже зашел в этот комплекс, то ты зашел под делу, а не просто так глазами посмотреть. Потому что место такое. Это не на проезжей части, где-то вдали от города, где дачники едут и там, теща, любимая, дорогая, давай заедем, посмотрим. Может быть, когда деньги будут, может быть и купим. А тут прямо вот зашел специально целенаправленно. Я прав или гоню? Именно так. То есть, здесь не проходимость большая. Сюда именно мы вызываем с интернета, да, размещаются ссылки, где находится магазин, фото, что в нем есть, что может приехать, все модели смотреть. Именно то есть, люди едут целенаправленно сюда. Да, я считаю, это шикарно, правильно. То есть, лучше иметь один, два, три захода в день, но людей, которые пришли вот так вот засунув руку в карман и вытащив денег, да, чем проходной двор, и никто ничего не берет, только спрашивают, а что, а как, а вот, блин, знаешь, считаю, шикарно. Идем дальше. Здесь три печи сетки стоят, правильно? Правильно. Какие печи? 0,4 языка. Это у нас 0,3 модель, стандартная 0,3 языка. И это вот загрузка камнями. Здесь уже 0,3 языка. Класс. Ну, еще и дымохода. Дымоходы с шиберными блоками, да. Красота. Красота. А вот здесь стоит печь в разрезе, чтобы можно было покупателя подвезти и сказать, что к чему, из чего, что сделано и за счет чего все работает. Объясните принцип работы, и за что он деньги платит, и почему Гефест, и чем он Гефест, чем хорош он для русской бани. Все можно показать на разрезе печи. Здесь стоят две грозы. Одна гроза. Это же знаменитые Ефремовские грозы, нет? Или у меня глюки? Ну, в Ефремовской бане, да, стоит именно такая гроза. Ого. Значит, различие в том, что одна в сетке, другая в облицовке. Одна побольше, другая поменьше, правильно? Да, на 18-й, на 24-й. Так, идем далее. Видим дымоход Vermilogic, стенд Vermilogic. То есть, основной монтаж и комплектация дымоходами это Vermilogic. Проверенные, надежные дымоходы, с ними давно работаем. То есть, старты идут чугунные, а все остальное из вермикулита. Остальное из вермикулита, да. Не, ну, так же мы и сэндвичами занимаемся, предлагаем. Ну, вот здесь у нас пока вермикулит стоит. В имитации бань также... Мы до них дойдем, 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 погоди. Что вот это вот за ряд? Из чего? Из каких печей? Небольшие печи. Вот это вот Гроза-24 в облицовке Президент. Толстая облицовка. А у вас и тут такая же, и тут такая же? Нет, здесь верхняя плита 4 см, все остальные с 3 см. Ну, все равно толстая. У Грозы не такая сильная излучающая способность. То есть, 3 см достаточно, чтобы высокотемпературная поверхность не набирала. А вот печки уже чуть-чуть посерьезнее. Это уже EGIF SZK. Это 0,4 модели в трех видах облицовок стоят. Здесь они... Здесь уже камни потолще. Все толстая. Так. Так. Ну вот мы, собственно говоря, обошли модельный ряд печей. И, ребят, те, кто занимается Гефестом, если вы бываете в Москве, обязательно заезжайте в этот магазин, потому что, ну, здесь реально, как вот я на выставке снимал, практически весь модельный ряд представлен. И вот, перенимайте опыт. Рекомендую. Переходим к парилкам. Здесь два муляжа, так сказать, в хорошем исполнении парных помещений. То есть, вот это вот такого стандартно европейского классического дизайна. А вон та парилка, она уже называется Леший Стайл. То, что сейчас модно. Давайте просто посмотрим, что здесь, к чему бросается в глаза метное ометнение или, ну, в общем, дымоход, который закрыт медью. Для красоты. Внутри сэндвич стоит, правильно? А внутри вот, да, вот, непосредственно дымовая. А это просто лист меди, который обрамляет этот дымоход. Вообще очень красиво сделано. Наверняка медь еще приобретет в парилке красивый цвет патина. То есть, прямо для аппетит до истуяр, как говорят хранцузы. Что видим здесь? Здесь видим термодревесину, полоки и низкие, и очень высокие. И всякие приборы, то есть, ну, мне нравится красиво сделано. Полоки очень широкие, высокие. Вот так вот сделано. Ну, что ж, красота, красота. Кстати, а вот это вот покрытие вы сами делали или досталось такое? Нет, я уже вижу. Нет, мы сами плитку клали. Плитку сами клали. То есть, а на чем вы передвигаете в печи? То есть, что за подставка? Это наши подиумы стандартные. Мы их и для магазинов-дилеров также предлагаем. Потому что печи стоят на них. Они не двигаются. То есть, куда поставили подиум, на нем собрали печь. Все, она недвижимостью стала. То есть, передвигать, ну, посмотрим. Думаем, куда поставить, потом уже ставить. Пойдем к следующей парной. Она мне, честно говоря, больше нравится. Вот это вот леший стайл. Здесь уже это отодвигающаяся скамья, полоки. Вот такая вот древесина красивейшая. То есть, вот это вот мне прям вообще заходит. И здесь уже бам-бам-бам-бам! Золотой дымоход. Ну, технология такая же. И печь. И цветочки. Букет. И лампа. Я вам показывал, как она делается. Вот так вот. Но в таком дизайне не видел. Мне вот этот вот дизайн, работа с корой, очень нравится. Материалы красивые. И еще один светильник. Посмотрим, как тут все сделано. Во! Понимаю. Ну-ка. Во! Даже посмотрите, на муляже сделано все верно. Просверлена коронка, золотой саморез. То есть, светлый. Так. Ну-ка. Серьезный подход. Так. Кто за монтажников? Кто все это делал? Красоту? Кого рекомендуете? Есть компания, с которой сотрудничаем. Как зовется? Как зовется она, любимая. А я его забыл сейчас. Давай вспоминай. А мы пока посмотрим, что еще здесь есть. Еще есть вот такая отличная конструкция для того, чтобы можно было клиенту показать, как все это сделано. Она мобильная, то есть, можно подвигать. Я сделал отдельный ролик по поводу нее. Я считаю, вот это вот роскошное. Если в магазинах вы продаете не только печи, но и отделку делаете вот такие вот стенды. Так. Лампы. Ага, ага. Ну, слушай, красота. Красота. Не вспомнил? Очаг уюта. Очаг уюта. Он по Подмосковью работает? И по Москве? Москва, Подмосковье. Я думаю, можно чуть-чуть подальше отъехать, если поэроект стоящий. Ну, я считаю, шикарно. Вот это мне прямо очень нравится. То тоже нравится. Ну, тут больше как для сауны. Полоки такие, чтобы посидеть. А здесь задвинуть лавочку, чтобы поработать уже. Я бы не сказал, что это прямо для сауны. Это скорее такой европейский какой-то дизайн, минимализм. А тут русский народный. Примерно так. Ну что, давайте посмотрим рабочее место продавца. Человека, которому я искренне завидую, потому что у него нету вот этих вот ходильщиков, бродильщиков, которые расскажите, которые туристы ничего не покупают. Пришел, купил. Просто завитки меня берут. Стол, столешница офигительная. Два компьютера, ножницы, карточки принимают. Ну, это сейчас везде, а вот это прям новая штука. Я такую редко где вижу. Ну, принтера, телевизор, что в телевизор показываете обычно. Ролики наши. Ну, как с обзора печек, как мы и ждем, тоже. Кулер, электрощитки. Ну, слушай, я, наверное, все рассказал, показал. Может, что-то забыл. Да нет, мы все посмотрели. Все модели печей, разрез печей есть. Не хватает еще плакатов. Как раз они вот на тот столб уйдутся, закроют розеточку. Нет, знаешь, плакаты тут излишни. Мне так кажется. Нет, ну, объяснять. Так-то красота красотой. Но зачем эта красота нужна? Технически-то печи тоже непростые. Поэтому для этого и разрез нужно показать. И плакаты, где схема работы показывают. Ну, ребят, вы все увидели. Приезжайте в Москву. Все равно тут на выставке многое у вас бывает. Это рядом здесь, в центре Москвы, находятся. Приезжайте, смотрите, перенимайте опыт, учитесь. Респект, почет, уважуха. Умеете, могете. Шикарный зал. Лайса, подписываться надо? Обязательно. Так что жмите там кнопку подписаться. С колокольчиками, с бубенцами. Бонус треком. Вот лично свое собственное мнение я хочу сказать. Следующее. Вот смотрите, Гефест, он не делает печи в дешевом ценовом сегменте. Не делает печи прямо вот в нижне-среднем ценовом сегменте. Поэтому, если вы занимаетесь Гефестом или собираетесь Гефестом заниматься, мотайте на уст. То есть, вот место в центре города, где сосредоточены всяческие, так скажем, покупатели, которые имеют много денег, там, где находятся какие-то правительственные учреждения, прочее, прочее. Локация магазина по Гефесту выбрана вот здесь просто супер. В самом центре города, с небольшой арендой, потому что, ну, вы сами видите, то, что здесь огромнейшее количество пустующих помещений. И арендодатель, он там, наверное, сейчас вылизывает всех клиентов, которые у него есть. Потому что именно вот этот вот сегмент, он очень сильно проседает. Поэтому, когда вы смотрите локацию для магазина Гефест, то смотрите именно центр города, где потенциально есть обеспеченные люди. И выбирайте такие места. Ну, и помните, что аренда должна быть недорогой. Вот. И повторю, лучше иметь один-два клиента в день с деньгами, чем полонабитый магазин псевдопокупателей, которым только чертежики по черти, чтобы они там сидели потом с пивком на даче, там обсуждали семейно, хорошо бы там через 10 лет баню построить. То есть я вот так вот, честно говоря, считаю. Локация, выставочный зал, отделка дорогая. Вот это просто все супер в плане бизнеса. Ну и вообще вот респект. Мотайте на ус.